Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры. Во-первых, хотелось бы поздравить с прошедшим днём рождения патриарха русских шашек, как его окрестили на одном из шашечных стримах, живую легенду русских шашек, гроссмейстера, неоднократного чемпиона СССР Николая Васильевича Абациева. 6 марта ему исполнился 81 год. Сердечно поздравляю Николая Васильевича с этой знаменательной датой. Во-вторых, 7 марта 2021 года в Перми состоялся открытый чемпионат Пермского края по быстрой игре в русские шашки. Играли с контролем времени, так называемый рапид, 8 минут на партию, плюс 4 секунды за каждый ход из соперников. В этих соревнованиях участвовал гроссмейстер из Кирова Пётр Юмшанов, с которым мне посчастливилось сыграть в ничью. Тем не менее, я мог одну из партий проиграть. И вот, друзья, сегодня хочу показать самые запомнившиеся мне партии с этого чемпионата. Первое место занял я. Ну, так скажем, повезло немножко, конечно, да. То есть, если бы проиграл сразу же во втором туре гроссмейстеру Юмшанову, скорее всего, я бы первое место не занял. Но, тем не менее, мне удалось сыграть с ним в ничью. Второе место занял кандидат мастера из Перми, Владимир Дубровских. Тоже поздравляю его. И третье место занял гроссмейстер Пётр Юмшанов. Ну, друзья, давайте рассмотрим партии. С гроссмейстером Петром Юмшановым выпал следующий дебют. Жеребьёвка. Жх4, Аж5, Еф4. Бой на Д4, ДЕ5. Обязательные ходы. В первой партии Пётр Юмшанов сыграл АБ4. Я пошёл ЕД6. БА3, БЦ5. Чёрные захватывают центр. Ну, а у белых есть противоядие. Играют АБ2. То есть, заставляют высказаться чёрных именно. Я пошёл ЕФ4. Ну, и после хода ЕФ2 я тут разменялся. В центр. Гроссмейстер разменялся назад. В принципе, там партия довольно-таки быстро завершилась в ничью. Ничего такого особенно примечательного не получилось. Но, тем не менее, у меня ещё был интересный план сыграть СБ6. Как видите, чёрные грозят связать фланг белых. Поэтому белым надо меняться назад. Ну, и если тут чёрные свяжут фланг белых, то уже особых проблем у белых нет. То есть, обратите внимание, в связке участвуют всего три шашки белых. Ну, у чёрных тоже, конечно, три шашки. Но вот эта шашка, то есть, у неё ходы рано или поздно закончатся. Есть, конечно, выжидательные ходы. Но позиция всё-таки более-менее равна. Во второй партии я сыграл немножко по-другому. Хотелось отойти от планов игры, так скажем. В первой партии я сыграл АЖ3 за белых. Пётр Емшанов пошёл ЕД6. Логичный ход. Я разменялся назад. Пётр идёт в центр. Я сыграл СБ4. И Пётр Емшанов разменялся в БЦ5. Чёрные укрепляются в центре. Если белые ничего не предпримут, то получат пассивную позицию. Поэтому надо им тоже бороться за центр. Я сыграл БЦ3, ФЕ5. ДЕ3, ЖФ6. Но здесь я не нашёл лучшего плана, как ЕД4. В принципе, позиция белых ещё держится. АЖ7. Здесь я долго думал и всё-таки нашёл правильный ход. СД2. То есть, белые уже грозят в какой-то момент разменяться. Пётр сыграл ЕФ4. Я пошёл ЕФ2. И после хода Ж6 мне, конечно, надо было меняться. ДЕ3. Вот таким образом позиция практически полностью уравнивалась. То есть, ещё могло последовать ДЕ5, ДЦ5, ЕФ4. Но тут уже, так скажем, достичь ничьей до белых вполне реально. Тем не менее, я тут ошибся в этой позиции. Грубейшим образом. То есть, надо было меняться. А я пошёл АБ2. Здесь чёрные могли провести разгромную комбинацию. Спасибо Гаврилу Колесову. Гроссмейстеру из Якутии. Кстати, тоже одному из сильнейших гроссмейстеров, я считаю, мира. Тоже знаком, как и с Николаем Васильевичем. Спасибо за подсказку. Вот он здесь нашёл красивую комбинацию за чёрных. Тем не менее, мы вот с Петром Мшановым не заметили её. Прошли мимо оба. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти комбинацию. Красивая комбинация. ЕФ4, ЕФ3 побили. АЖ5 побили. ЕФ5 разменялись. И чёрные выигрывают ходом ДЦ5. Побили. Чёрные снимают. Поставили дамку. Снимают четыре шашки белых с разгромом. Вот таким образом, кроссмейстер Пётр Юмшанов мог победить меня во второй партии. Красивая комбинация. Спасибо Гаврилу Колесову за показанный вариант. Значит, какие ещё партии запомнились? Запомнилась партия с ветераном местным Анатолием Карповым. Выпал следующий дебют. Ну и в этой позиции, конечно, сильнейший ход за белых СБ4. Если, допустим, как-то играть ЖФ4, то чёрные могут получить серьёзное преимущество. Они побьют сюда. Ну и у белых нет хорошего хода, чтобы затем отыграть шашку. То есть, обратите внимание, АБ4 не пойдёшь. Побили. Побили. И шашка за белых проигрывается. То есть, надо играть каким-то другим образом. А если, допустим, ЖФ4, АЖ3 играть, шашка, конечно, отыгрывается, но вот эта вот шашка на Ж3 очень неприятно стоит. Позиция, конечно, скорее всего, выиграна за чёрных. Я тут правильно пошёл. Так. СБ4 именно. Мой оппонент разменялся на АЖ4. Я побил. Здесь Анатолий Карпов. Можно было, в принципе, Б5 сыграть. ФЕ5. Он пошёл БЦ5. Здесь я нашёл ловушечный ход. Пошёл Б5. То есть, друзья, можете поставить видео на паузу, попытаться найти комбинацию за чёрных. И самое главное, оцените её последствия. В уме. Не передвигая шашки на доске. То есть, я попытался поймать ветерана на эту ловушку, но, как он сам признался, он не увидел даже вот этого, вот этой комбинации. Чёрные могут сыграть СБ6, а затем СД4. ЕД6. Побили. Побили. Ну и кажется, что в этой позиции побеждают чёрные, а на самом деле побеждают белые. То есть, шашек сейчас у белых на одну шашку лишняя, шашка лишняя, на одну шашку больше, они её возвращают. И после хода СД4 грозят выиграть шашку чёрных ходом СД3. Побили, побили. То есть, надо шашку уводить чёрным, но после хода СД2 всё-таки шашка проигрывается за чёрных. значит, мой соперник не увидел даже вот этих всех вариантов, и они, так скажем, остались за кадром, поэтому я показал их вам. Так, СД4 побил, побил, БЦ5. БА5 Анатолий Карпов, ветеран, разменялся на поле Б4, после СД4, БА3, ЖФ4. Всё-таки ему надо было играть лучший ход БА7. А вот в этой позиции уже как-то надо белым аккуратно играть, лучшее продолжение ФЕ5 будет. Допустим, ЕД6 как-нибудь, ЕФ4, ФЕ7, потом разменяются как-нибудь. То есть, вот таким образом могли мы сыграть. Анатолий Карпов тут сыграл не лучшим образом, ЖФ6, я разменялся, и видите, вот эти вот шашки А5, Ж5, Д4, они очень стесняют позицию чёрных. То есть, вот если бы вот такая позиция была, то её следовало бы признать равной. Но здесь у чёрных застряла шашка А8, отсталая. Анатолий сыграл АЖ7, я Ж6, СД6, АБ6. Здесь у чёрных было несколько продолжений, то есть, можно было пожертвовать шашку таким образом и напасть. После хода ДЦ3 то уже обратите внимание, что у чёрных шашка на АЖ8 застряла, а белые контролируют пункт Д4. То есть, позиция скорее всего выиграна за белых. То есть, таким образом играть не хочется. Анатолий Карпов сыграл пожертвовал шашку и напал вот с этой стороны. После хода ФЕ3 и ЖФ2 я тут получил преимущество и довёл его до победы. Значит, как ещё можно было попытаться сыграть чёрным в этой позиции? игросмейстер Юмшанов во время анализа после партии показал следующий вариант. Можно было неожиданно напасть БА7. Вроде бы кажется, что белые побеждают после хода ДЕ3. Но на самом деле это не так. Чёрные жертвуют шашку и вот таким ударчиком по затылку отыгрывают шашку. Ну и конечно позиция чёрных хуже, намного хуже, но я думаю, что в этой позиции можно было попытаться сыграть на ничью с чёрным. Возможно, так и следовало играть. Именно так. Значит, запомнилась ещё партия с Алексеем Астафьевым. Две партии выпал дебют СБ4 БЦ5 ДЦ3 ФЕ5 ЖС4 ЖФ6 Обязательные ходы. Ну и в первой и во второй партии мы оба сыграли ФЖ3 Я сыграл СБ6 Алексей во второй партии попался на ударчик Он играл чёрными То есть я пошёл БА5 И он увидел что может выиграть две шашки На самом деле конечно это не так. Он сыграл СБ4 Я побил на С7 Он побил две И здесь он проиграл Белые проводят стандартный удар Как обычно выигрывают в игре Петрова И обратите внимание что шашек стало поровну но шашка на С3 проигрывается чёрными То есть если допустим как-то выжидать то белые могут напасть и с этой стороны и с этой А если разменивать эту шашку опять то белые ходом СД2 выигрывают шашку вместе партию Именно то есть обратите внимание что позиция белых стала очень неприятной из-за вот этой связки АЖ3 ФЖ5 Алексей здесь разменялся Скорее всего этот размен уже проигрывает какие-то шансы еще были у белых но этот размен как написал в комментарии мастер из Москвы Влад Антипин спасибо кстати за комментарии этот размен загнал белых в гроб Ж4 СД2 белые построили кулак грозят разгрузить немножко свой фланг здесь можно было пойти АЖ5 как написал Влад но мне почему-то этот ход не приглянулся в принципе он логичный да то есть при связке надо захватывать противоположное связки поле либо АЖ4 если допустим здесь связка тогда уже А5 то есть логичный ход но я увидел комбинационную идею и сыграл АЖ7 здесь конечно белым надо было играть Ж4 ну или после размена как сыграл Алексей и хода Ж6 можно было еще сыграть Ж4 побороться за ничью но Алексей пошел в центр Ж4 думая что сейчас укрепиться в центре и возможно будут даже шансы на победу и последовала разгромная комбинация АБ6 и ФЕ5 то есть эту комбинацию я уже видел заранее с победой еще запомнилась партия с кандидатом мастера ветераном тоже Виктором Ощепковым выпал следующий дебют теоретически АБ4 БА5 БА3 АБ6 АБ2 ДЕ5 обязательные ходы первую партию я играл белыми я сыграл ЕД4 ну и Виктор сыграл БА7 почему-то непонятный ход и обратите внимание что первым же ходом черные уже проиграли партию после хода ФЕ3 у черных нет никаких шансов на ничью то есть ход АЖ5 уже невозможен из-за хода ЖФ4 и белые останутся с лишней шашкой что еще последовало в партии так СД6 размен на С5 то есть если черные пойдут АЖ5 я не ЖФ4 буду а уже ЕФ4 бить и выиграю шашку грожу пройти в дамки то есть так играть бесполезно уже так черные пошли ДЦ7 я напал СД6 после размена тут в принципе можно было сдаться Виктор еще немного посопротивлялся но тоже сдался то есть обратите внимание после первого же хода уже черных черные проигрывают запомнилась партия так какие еще партии интересные были запомнилось окончание партии с кандидатом в мастера Владимира Муськачкинцев Владимира знаю давно вместе ездили на соревнования то есть я его уважаю очень как шашисты и как человека выпало ну выпал тоже дебют так скажем летающая шашка и позиция пришла к следующему продолжению то есть Владимир играл черными здесь он правильно сыграл Ж6 у черных все-таки в этой позиции да у белых преимущество большое но у черных есть ничья я сыграл Е4 Владимир сыграл ЕД6 я сыграл СД4 здесь у Владимира была ничья но к моему счастью он ее не нашел то есть можно было сыграть АБ4 а Владимир разменялся назад здесь уже конечно ничьей и не пахнет ХЖ5 СД6 ЖФ6 ДЦ5 ФЕ7 надо отдавать шашку иначе вообще не прорваться СД4 поставили дамку на Д8 ДЕ3 напал после отдачи шашки белые захватывают большую дорогу проводят три дамки и конечно выигрывают тем не менее в этой позиции да скажу у Владимира еще была ничья то есть ему надо было играть АБ4 именно и у белых есть несколько вариантов либо ДЦ5 либо АЖ5 если играть АЖ5 то черные могут отдать шашку ходом ДЕ5 ну то есть в эту сторону бить бесполезно побили побили пошли пошли поставили дамку грозим поймать шашку черных можно просто пожертвовать черным шашку и идти в дамки то есть эти шашки за белых в этом окончании никак не провести позицию следует признать ничейной то есть если бить в эту сторону то тут еще проще БЦ3 ФЕ7 ЦБ2 то есть шашки сдвигать нельзя надо ставить дамку тоже поставили дамку и позиция тоже равная тут конечно не выиграть как еще можно было сыграть в этой позиции ну можно было сыграть еще ДЦ5 но черные тоже жертвуют шашку и идут в дамки то есть это окончание ничейное будет тут конечно аккуратно надо играть но ничейное довольно таки просто а если белые играют ФЕ5 то поставили дамку надо уходить разменяли шашку и черные достигают ничей мы оба с Владимиром уже находились в цитноте поэтому простительно что Владимир нашел эту ничью довольно таки неожиданно особенно в цитноте еще запомнилось ну последние две партии покажу с мастером спорта Андреем Патрушевым выпал следующий дебют так H2 летит на B4 H7 летит на H2 первую партию я играл белыми и мне удалось осуществить в ней красивую жертву я сыграл GH4 Андрей разменялся в центр я тоже разменялся в центре Андрей еще разменялся я еще разменялся то есть видите идет взаимная борьба за центр ну в принципе позиция равная АЖ7 АБ2 АЖФ6 БА3 ну может быть у белых чуть-чуть приятнее за счет комбинационных каких-то идей то есть видите уже ЦБ6 нельзя из-за хода ФЖ3 отдали ДЕ5 и ДЕ3 как бы черные не били допустим так белые выигрывают шашку то есть тут уже надо играть осторожно за черных Андрей сыграл АЖ5 я ЦБ2 то есть все еще остается вот эта комбинационная идея ФЖ3 ЕД4 ДЕ3 так Андрей поэтому сыграл ЖС4 я разменялся здесь ДЦ5 Андрей пошел ФЖ5 я здесь сыграл ДЦ3 именно то есть не давая такого хода из-за того что белые просто в центр разменяются и выиграют шашу и на так уже бьют именно в эту сторону поэтому Андрею пришлось играть в этой позиции ДЕ7 я сыграл ЦБ4 ЕФ6 БЦ3 здесь у Андрея была ничья надо было меняться ЦД6 единственный ход все остальные проигрывают но Андрей сыграл БА7 то есть в этой позиции обратите внимание нормальные ходы за белых все-таки ведут лишь ничей то есть на БА5 уже может ЦД6 разменяться а на ЦД4 ФЕ5 ну и в обоих продолжениях у черных есть ничья здесь я нашел красивую жертву и осуществил ее ЦД6 и БЦ5 тихий ход и обратите внимание как бы черные не играли у них везде проиграно то есть если возвращать шашку играть либо ЖФ4 либо ЕФ4 то после хода ЕД2 ходы черных заканчиваются а если в этой позиции допустим играть ЕФ4 то белые прорываются в дамки с выигрышем то есть никаких вариантов нет Андрей сыграл ЖФ4 я кстати здесь друзья не увидел то есть есть два выигрыша более простой ЦД6 отдать спокойно и уже ФЖ3 и бить на Ж7 допустим вот с победой легкой я почему-то не увидел вот этого варианта зациклился но тем не менее здесь тоже красиво выигрывают белые то есть я сыграл ФЖ3 и после так вот такая позиция я сыграл ФЖ3 и побил шашкой Ж1 на Е7 то есть вроде бы белые освободили черным путь в дамке но тем не менее белые красиво выигрывают дамку как видите нельзя ставить потому что белые тоже поставят дамку и дамка черных тут же ловится поэтому Андрею пришлось ну ход Е4 ничего не дает так как белые просто поставят дамку но и все равно придется ставить дамку черным поэтому Андрей здесь отдал шашку и поставил дамку я тут же сыграл БЦ5 грыжу поймать дамку надо уходить тоже поставил дамку ну и здесь еще сыграли несколько ходов поставил дамку на Б6 на А2 перевел дамку на Ж1 ну и здесь Андрей сдался тут уже конечно бессмысленно играть во второй партии тоже получился красивый вариант хочу вам показать так в конце получилась вот такая позиция так в этой позиции я пошел GF4 уже играл черными и гроссмейстер Люмшанов показал что тут был интересный вариант то есть Андрей мог сыграть FE3 допустим я кстати во время партии не видел вот этого удара и намеревался сыграть DE7 то есть оба уже и Андрей и я находились в цитноте времени мало было на самом деле черные могли красиво победить ходом ED4 то есть если в эту сторону бить то выигрываем допустим можно и шашку в принципе ну так наверное побили разменялись сюда сюда далее так тут возможно даже еще и нет выигрыша ну надо анализировать конечно смотреть да так такая позиция значит напали сюда сюда может быть сразу же пожертвовать шашку и таким образом попытаться выиграть вот здесь здесь уже черные конечно должны победить то есть поставили допустим сюда дамку отошел сюда ну и я думаю что после такого продолжения все таки у черных выигранная позиция будет посмотреть повнимательнее андрею надо было побеждать в этой позиции конечно он видимо заметил эти варианты он сыграл по другому ну конечно надо меняться за андрея фж3 ну и допустим после хода еды 4 тут уже за белых никак не выиграть то есть партия довольно таки быстро закончится вничью допустим сюда разменялись поставили дамку тут конечно за белых не выиграть андрей тут ошибся да видимо не заметил и времени конечно тоже мало было то есть первую партию я выиграл ему надо было отыгрываться он разменялся вообще я тут же запер у него фланг то есть ходы здесь уже невозможны после хода cb6 так такая позиция а андрей пошел наоборот cb4 я fg3 и после хода d3 я уже разменялся и обратите внимание что у белых нет никаких ходов то есть если размен то просто bc7 ходить некуда а если допустим b5 так b5 то я игра dc3 гражу подорвать поле e1 поэтому надо играть e3 ну и партия вот так и закончилась в принципе я побил на поле d4 a b6 cb2 ну и тут бесполезно даже жертвовать дамку не поставишь так как она тут же ловится именно так и закончилась партия вот такие друзья были интересные партии с чемпионата открытого чемпионата пермского края по быстрой игре русские шашки всем спасибо за внимание еще раз поздравляю гроссмейстера николая васильевича аббациева с прошедшим днем рождения ну и у нас в перми тоже скоро исполнится так скажем шашечный юбилей 64 года исполнится александру ивановичу николаеву известному конечно ветераном шашек под прозвищем президент так еще интересная шутка конечно была как-то с русланом пещеровым вели стрим и руслан пошутил что у шашистов есть шашечный юбилей 64 года на что я ответил кроме того у шашистов есть еще один юбилей 100 то есть 64 и 100 вот такие юбилеи друзья ну всем желаю конечно отметить оба юбилея всем шашистам ну и вообще всем людям всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось видео до свидания подписывайтесь Продолжение следует...